не очень понятно что он хочет вот пошло 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 картиночка он проснулся разогрелся все сейчас разогреться мы настроим резкость пульт там откройте ящик там пульт есть проходите ждем вас без вас начинаем все начинаем значит вообще вот болезнь вековостью породна до того не нашего века вы только что закончили это действительно было предано болезнь нет нет вот сюда болезнь тем что косточка как она она остается косточкой но состав кости меняется то есть уходит из нее прочность за счет того что кальций вымывается но структура кости она сохраняется поэтому визуально вот допустим как при остеоартрозе вы не увидите никаких изменений это болезнь молча молчаливая она не болит до поры до времени потому что кальций когда вымывается из костей там дальше буду об этом говорить он совершенно никак ее не беспокоит до перелома как как-то случается перелом сразу появляется уже ощущение что начинает появляться и остеопороз вот здесь как раз говорится о том что химический состав кости не изменяется только пропорции изменяются кальция становится меньше и вероятность перелома соответственно увеличивается улиц вот выше старше 45 лет как раз все переломы более 70 процентов это как раз связано с остеопорозом причем переломы при остеопорозе они чем характеризуется они не травматические то есть достаточно просто споткнуться или упасть с высоты собственно тела и получить перелом и немножко ударить в молодости вы даже не заметили совсем удар а вот после 45 лет уже находилась у пороза может сформироваться перелом косточка наша постоянно обновляется она все время каждой секунду разрушается и восстанавливается разрушается и восстанавливается и вот это называется репарация костей когда начинается дисбаланс здрасте так вот остеопороз это дисбаланс между разрушением и восстановлением потому что здесь преобладает разворачивайте стульчик и он все видно на экране там вот садитесь на кресло и стульчик так вот при остеопорозе кость разрушается гораздо быстрее чем синтезируется заново и поэтому все это приводит к тому что костная ткань она становится как губка пористая совершенно потому что это называется резокция восстановка или парк вот хрупкий ну понятно он бывает первичный и повторный вторичный первичный остеопороз когда сам по себе не на фоне какого-то заболевания сам по себе возник потому что там гормональный дисбаланс идет у женщины связано с наступлением климакса тоже вторичный вот свой стеопороз это когда на фоне какого-то заболевания он случился щитовидная железа сахарный диабет и все пациенты склонны к развитию вторичного остеопороза и грозит это соответственно уже последствиями основного заболевания а уже последствиям осложнения остеопороза вот мы почему относимся не серьезно к остеопорозе имеется ввиду пациенты не врачи братишка как раз таки под последний век стали очень серьезно к нему относиться потому что очень большие проблемы связаны с инвалидизацией пациенты с остеопорозом как правило чаще всего раньше узнавали что у них остеопороз только после того как сломали шейку бедра а шейка бедра известно это очень крупная кость и если ее сломать человек сразу прикован к кровати и соответственно инвалидность как минимум и что самое ужасное что именно от переломов шейки бедра и от их осложнений люди погибают то есть сам по себе остеопороз никого не убивает но он приводит таким последствиям из-за чего люди погибают и естественно конечно усугубляет все другие заболевания как только человек прикован к кровати все у него декомпенсация сердечная и легочная он перестает двигаться и мышцы тоже атрофируются и мы получаем высокую смертность из-за этого поэтому здесь вот остеопороз как основная причина инвалидности и смертности четвертое место в мире занимает после сердца естественно сердечно-сосудистые онкологии и диагноз заметьте что практически бессимптомно там дальше будет сказано вам какие будут симптомы на что нужно обращать внимание вот наша часть больше всего это кальция и фосфора содержится в наших косточках именно они дают к костям твердость и плотность как только формируется остеопороз твердость и плотность уменьшаются за счет этого собственно они вымываются из костей и становятся более хрупкими всего депута имеется ввиду горши гормональные нарушения нарушения обмен веществ пациенты с диабетом они гораздо у них склонность к развитию остеопороза гораздо больше чем у обычных пациентов фонарь в россии каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше пятидесяти лет страдает остеопорозом поэтому а естественно об этом они не знают они об этом и не узнают до первого перелома причем перелом будет совершенно незначительный но как только наши пациенты попадают в категорию старше пятидесяти лет и не дай если у них уже были какие-то переломы до этого обязательно нужно исследоваться на остеопороз потому что если мы не будем знать от пациента мы лечим от перелома а на самом деле кость то мы не укрепляем перелом он заживет кое-как а кость как была хрупкой так она и останется наша задача как раз не допустить этого чтобы она не была хрупкой чаще всего проходите присаживайтесь сам выключите выключите раздражает чаще всего применяется костная денситометрия вот единственный метод который четко показывает есть остеопороз или нет этот денситометрия потому что некоторые на снимочках начинают думать про рентгеновские снимочки что там остеопороз это когда он очень запущен когда на внимание на перелом шейки бедра и позвоночника есть такие компрессионные переломы вот причины переломы вот это с левой стороны как раз от меня выбрали более-менее силуэт это здорово и дальше идет уже как раз после практически с правой стороны видите уменьшился рост естественно потому что изгибы позвоночника стали более сообразными вот это изгибы дифоз дифоз и лордоз они более выраженные когда в таком состоянии плюс косточка еще вымыты кальция там уже нет кальция естественно риск переломов гораздо выше а если еще незначительная травма даже падение с высоты собственного тела мы получаем перелом вот так выглядит пациент с остеопорозом с правой стороны а это вот промежуточные варианты здесь уже нужно задуматься почему что изменилось значит нужно это исследовать и выяснять почему такой такая осанка идем дальше вот как компрессионный перелом это самое частое проявление тяжелого остеопороза обычно он проявляется болями в одном и том же месте постоянно болит а вот как минимум нужно сделать рентген чтобы уточнить а что это вот так стрелочка поэтому здесь показано вот это позвоночник он самый большой А вот тут выше и высота позвонка гораздо меньше раз в два если не в три чем вот этого и вот так как раз по линии стрелочки ibel компрессионный перелом то есть они друг на друга подсели и за счет этого как раз и происходит чаще всего уменьшение роста то есть если вдруг несколько таких переломов случилось Все это пережит, потому что уменьшается рост. Но выяснить это можно не при помощи дентикометрии, а обычного рентгена, боковой проекции. Поэтому если есть подозрение, что какое-то было падение болевой синдрома, и после этого вдруг уменьшился рост, лучше сделать рентген и перестраховаться. Конечно, поднять такой позвонок мы уже не сможем. То есть выпрямить, чтобы он был снова ровненький, уже не получится. Но зато мы можем не дать прогрессу, чтобы другие позвонки не ломались, и не было прогрессии такого заболевания дальше. Дальше это основная задача. А каким образом это может взять? Лечение. Лечение остеопороза – это очень длительный процесс. Это не просто выпил кальций на месяц с витамином Д, и все зажило. Ничего подобного. Там 5 месяцев минимум обычно начинается лечение такое. И препараты кальция и витамина Д – это вспомогательные препараты, не основные. Все будет зависеть от цифр, которые мы увидим на денситометрии. Если там тяжелый, на денситометрии, да, там, кстати говоря, тоже должны знать, все время смотрят цифры, Т-критерий называется. Может быть, как кто-то уже проходил через денситометрию и видел. Т-критерий минус столько-то. Вот минус 2,5 и больше – это уже остеопороз. Все, что меньше – это не остеопороз. И лечить его сильно не нужно. А все, что минус 2,5 и больше, здесь уже нужно не только кальций с витамином Д профилактировать, а уже лечить более серьезными препаратами. Их много очень разных. Зависит от того, что есть у нас в аптеке и, соответственно, какие были клинические проявления. Были переломы или еще не было. Бьем ли мы гормоны или мы не бьем совсем. Как часто мы двигаемся, где мы находимся. То есть это, конечно, подбирает уже врач такой препарат, но непременным атрибутом лечения кальций с витамином Д обязательным. Если мы даем препарат против остеопороза, но не даем кальций с витамином Д, мы косточку поддержим, но мы ее не укрепим надолго. Поэтому это должно быть все совместно. И, к сожалению, это длительный, конечно, процесс. Но кальций с витамином Д – это как отдельный? Можно отдельно. А я тоже сейчас об этом расскажу. Витамин Д может быть сам по себе как субстанция, как альфа-дтритерва. А может быть в комплексе тот же кальций с витамином Д. Но если просто кальций, он без витамином Д не усваивается никаким образом. Поэтому если вы пьете кальций, а там нет витамина Д, вы никуда этот кальций не откладываете. Там дальше немножко подробнее расскажу про карбонаты, про соли кальций, какие они должны быть. 3-5 лет этого тяжелого случая остеопороза с переломами. Особенно с переломами шейки бедра. Они годами лечатся, потому что перелом заживет, и человек пойдет. Но чтобы его вывести из тяжелого остеопороза на более средний и легкий, он должен лечиться длительно. Вот как раз про прием кальция и витамина Д. То любой частью, составной любой схемы терапии должен быть витамин Д и кальций. Хотя самостоятельно тяжелый остеопороз кальций и витамин Д не лечат. То есть он может предупредить перелом шейки бедра, но сам вылечить его не может. Поэтому просто лечение остеопороза с помощью кальций и витамина Д это слабовато. Но опять же, все будет зависеть от цифр генцитиметрии. Это вот тут статья международных исследований о том, что без кальций и витамина Д лечиться с терапороза невозможно. Европейцы нам пишут, сучат. Здесь как раз про возрастные категории и какой кальций и витамин Д, сколько должно быть в сутки. Вот чаще всего мы обращаем на слайд мужчины и женщины 50 лет и старшего. Там кальций и суточная доза 1,5 грамма. Витамин Д 800. Это в сутки. Соответственно, если это получается меньше, а там у вас будут металлички в этих книжечках, как этот витамин Д и рассчитать. Потребляете ли вы в сутки столько витамина Д или нет? И кальций. В чем он содержит все это? Да, там как минимум это молоко и его производные. Творог. А если не едем молоко? Творог. Творог тоже терпительно. Кунжут. Тогда кунжут. Тогда там уже добавляют оксидевит в виде капель. Вот масло оксидевит. В принципе, у кого не давал вот эти диеты, именно продукты, которые содержат кальций, потом подадите, я вам все это раздам. Вот как раз речь идет о молоко производное. Сыр, творог, брокколи, яйца. Вот это количество того, что мы должны с вами в сутки съесть. Литр молока. А вот молоко не появляли в сайте, съесть 35 яиц. Это же невозможно. И поэтому как раз когда человек говорит, что это как с артрозом, можно я съем холодец, но не буду есть таблетки. И можно я поем немножко творога. Хорошо, ешьте 30 грамм творога, или 35 штук яиц съешьте, тогда не надо никаких лекарств. В принципе, специальные лекарства создали, что вы выдержали, что в препаратах кальция две таблетки и всю суточную дозу вы получаете сразу. О каком-то и речи, что невозможно съесть один литр молока, допустим, кто-то не переносит молоко. Вот как раз вопрос о молоке. Тогда скушайте килограмм брокколи. То есть 300 грамм творога будет. Да, 300 грамм творога будет каждый день. Представляете, каждый день. Если у человека операция была на животе, как бы, как бы, он не перенесли. Нельзя, да. Тогда лучше, тогда уже медикаменты должны быть. Тогда лучше две таблетки кальция. Что произойдет? Здесь на этой схеме показано, что делает организм, когда кальция становится мало в крови. Вот если в крови кальция становится мало, это говорит об очень серьезном нарушении вообще всего кальциевого обмена в организме. Потому что организм вымыть весь кальций из костей, только чтобы в крови он был нормальным. И если в крови он становится маленький, это говорит, что идут очень большие нарушения в обменном процессе. Поэтому кальций в крови надо контролировать. Но чаще всего он бывает нормальным. Но если человек видит кальций свой нормальный в анализе и думает, что у него все хорошо, ничего подобного. Это у него в крови все хорошо. А то, что этот кальций может быть вымыт из костей, и в костях очень все плохо, об этом он не думает. Поэтому здесь не только нужно исследовать уровень кальция в плазме, но и делать энцитометрию. А как он вымывается из кальция? Вот там разрушается косточка, просто клетки остеокласты, остеобласты, остеокласты, остеоциты. Бласты они разрушают, класты разрушают, бласты создают кость. Вот класты, когда разрушается, у него изнутри кальция вымывает, плавает в крови. И потом он вымывается, естественно, с помощью почек. То есть в остеопорозе как раз разрушение преобладает над синтезом. Почему, собственно, кальция в крови здесь нет смысла смотреть? Потому что он всегда будет нормальным, потому что его просто априори больше. Поэтому здесь, когда человек ориентируется на кальция в крови, это очень мало. Здесь нужно ориентироваться еще на денситометрию. Только тогда можно подумать о остеопорозе. И, кстати, вот динамика лечения по остеопорозу. Кто-то находится на терапии по остеопорозу, тоже денситометрией контроль по остеопорозу. Кальций делается, когда есть риск камнеобразования. Надо контролировать кальций в крови. Потому что, чтобы... Вот почему летом не рекомендуется принимать препараты кальция пациентам, не страдающим остеопорозом? Потому что у него в костях все хорошо. Мы даем ему этот кальций, и он его усваивает. Он отладывается в почках в виде камней, в конгломерате. И мы начинаем потом бороться с камнями в почках. Поэтому пациентам, у кого нет остеопороза, но есть и остеопения, и есть проблемы с почками, ни в коем случае кальций летом принимать не надо. Ему достаточно дать витамин D. Витамин D в виде либо витаминов, комплексов витаминов, либо просто в виде препарата альфа-детритева. Избыток витамина D ничем организму не грозит. А вот избыток кальция грозит морщиками и болезненность. Творог не есть, значит, лучше. Творог нет. Творог-то можно. Там, если 300 грамм, не надо 300. Если у вас нет остеопороза, едьте 150. Ну, как бы не нужно. А если есть остеопороз, то творог можно и нужно есть. И кальций летом давать тоже нужно. Потому что он откладывается в костях, а не в почках. Поэтому, когда говорят, что остеопороз летом кальций не всегда дает, это неправильно. Летом только тем, у кого действительно он есть. И у кого он не компенсирован. У кого компенсирован, только витамин D дается. А почему, когда говорят, что в костях не усвоится кальций? Вот в крови его много, даже выше нормы. А остеопороз идет и развивается. А почему он развивается? Здесь, значит, неправильная терапия. Значит, этот остеопороз может быть не первичный, как бы изначально, а на фоне чего-то. То есть, вот, допустим, вот здесь, видите, вырабатывается паратериодный гормон. У нас есть такие парашитовидные железы. Вдруг в них опухоль. И она постоянно вырабатывает паратериодный гормон. На фоне него вымывается кальций из костей. Ну, правильно. Я живу, как говорится, на гормонах, на тероксине. И вот они говорят, что в костях кальций не усваивается. Нет, нет, щитовидка и парашитовидные – это разные железы. Парашитовидные железы, они как раз отвечают за обмен костей. Именно кальция, усваиваемость кальция – кость. А щитовидная железа – это не значит, что там у вас проблемы с костями. А почему я тогда столько кальциемина пью, уже почки все себе посадила, а в костях кальция нет. То есть, и пород все выше и выше. Значит, вам недостаточно кальция и витамин Д. Рано уже нужно приснять другую терапию. Випосфонаты, алиндронаты. То есть, другая уже ступень терапии, другая. Значит, просто вы можете их тоннами и есть, но они не усваивают, потому что слабоваты. Им нужно помочь другими. То есть, здесь нужно остановить разрушение костей. Это делают бивалос, допустим, стронцеренилат. Они не дают крепчикам и остеопластам разрушаться. То есть, кость не разрушается. То есть, ваша терапия неправильная. Надо к этой терапии что-то добавлять. Поэтому, если у вас уже в камнях почки, а вы все равно принимаете пакет в комарканист. Нужно менять препараты, другие подбирать. Те, которые будут работать. Ну, остеопороз уже 3,8. Это большой ченосеопороз. А кроме кальция и витамина Д, что-то еще получаете? Ну, вот сейчас вы его остеопорозите. Остеопороз. Ну, вот из этой группы препаратов. И витамин Д. Вот, да. Мы потом все равно будем делать контрольную денситометрию и смотреть. Если опять будет, дай бог, больше 3,8 и больше, хуже, значит еще более сильный препарат даем. Если будет лучше, значит мы его оставим. То есть, там препараты-то, они не витамины, небезопасные, конечно. Вы, наверное, читали аннотацию этих препаратов? Да, очень много. Но, к сожалению, приходится к ним подходить, потому что, когда кальций и витамины не работают, нам нужно утяжелять. А если мы не будем утяжелять, мы получим переломы. И, не дай бог, перелом шейки бедра. Вот сейчас будет осень, зима. Не дай бог, у нас зимой все время проблемы. Кто-то ломает себе ноги. Ну, вот шейка бедра, все. Шейка плеча я уже ломала. Ну, это вам уже звонок о том, что нужно что-то менять. Шейка плеча, все-таки с ней можно ходить, с ней можно что-то делать. А вот если шейка бедра, ничего не сделает. Да, как будто шланг не обрывает. Грибной. Вот это множество препаратов, которые сейчас у нас полны. Все никомеды, глицемины, каплевиты. Это адвансы, любой. Отличие их в соли. Карбонаты, ну, кроме доступности, еще и состав. Видите, карбонаты и цитраты. Они бывают монопрепараты, а бывают смешанные. В принципе, уже доказано, что и карбонаты, и цитраты кальций усваивают в лобоих. Но есть особенность такая, что все препараты кальциевые, они принимаются после еды, как вы знаете. На дощах не принимаются. А на дощах, если принимают, то они начинают раздражать кишечник и желудок, и пищевую. Поэтому все препараты кальция, кроме шипучек, принимаются после еды. Вот у нас чаще всего используемый комплевит. Это карбонат. Вот наша поликлиника, да? Там по телевизору везде говорят про никомеды, про горный кальций, вон, кальциевина 2. То есть тут надо обращать внимание на содержание кальция. Препарат фирмы не имеет значения. Главное содержание. Суточная доза наша, вот, в зависимости, конечно, от возраста, но в целом грамм. То есть в одной табличке 500 мг, за сутки это, соответственно, 2. Витамин D, он содержится в любом из этих препаратов, поэтому витамин D может излишне быть, то есть отдельным препаратом может и не быть здесь, потому что он уже есть в этих препаратах. Идем дальше. Это вот как раз здесь информация про всасываемость между карбонатами и цитратами. Что натощак как раз рекомендовано, что прием, главное, кальция нужен только после еды. А если вот риск запора и камнеобразование увеличивать, если вы их до еды принимаете. Ну, собственно, вам нужно запомнить только, что это нужно делать после еды. А какой состав, это уже не имеет принципиального значения. А тот, который вы видите через раз в неделю. А этот, да, этот Алидранат, вот этот же Астерипар, он тоже после... Но там нужно ходить в течение 30 минут, находиться в горизонтальном, в вертикальном положении. Потому что там считается так, что если эта таблетка в пищеводе в слизистой встанет, она может эту слизистую немножко повредить и формировать эрозию. Там же, наверное, за 2 часа до еды. Не-не-не, после еды все, я понимаю. Алидранат, почитайте внимательно. Там натощак вообще такие препараты очень опасно принимать. Алидранат, почитайте, стакан воды выпить, потом выпить и стакан воды запить. Ну, вот, то есть, все равно вода, считайте, что уже после этого мышцы начинают работать и продвигать. То есть, так что совсем без ничего нет. Вот вода как раз для чего? Она запускает процесс. Как только организм обнаружил, что что-то упало в желудок, он начинает перестать жутку включать. И вот этот смысл в том, что вот эта таблетка не встала нигде, а чтобы она прошла дальше. Ну, можете воду пить или надо позавтракать? Нет, можете, воду тоже достаточно. То есть, нужно запустить перестальтику. С помощью воды вы сделаете то же самое. Вот такой же объем кладете в желудок. Вот так, чтобы просто не пил, не ел, просто натощак. Вот мы кровь идем сдавать, вот это натощак. Ничего, не пить, не ест, сразу пошел и сдал. Вот так нельзя принимать препараты наши. А он с вами раздражает. Если как бы тяжело кушать, вы можете выпить воды, выпить таблетку, потом водой снова ее запить, чтобы она не застряла. Вы можете по полстаканчику. Главное, чтобы это было не совсем удача. По полстаканчику. Ну да, чтобы организм запустил. Да, все должны понимать, что остеопороз, вот если поставили остеопороз, это не значит, что вот старость и обязательно остеопороз. Они друг друга не сопровождают. И вообще, надо знать, что старость это не диагноз. Старость это время, к сожалению, но это не значит, что в старости все страдают остеопорозом. Почти у всех там остеоартроз. Это не так. Поэтому если есть остеопороз, некоторые терапевты думают, что вот все остеопороз, пожилой человек, лечить его не будем. Так как типа старость неизлечима, то есть остеопороз тоже лечить мы не будем. Ничего подобного. Остеопороз можно вылечить, можно поддержать, если он очень грубый, там не поддается терапии, он все равно его поддержать можно. Наша задача с остеопороза выйти на остеопинию. То есть есть, вот, и мы, соответственно, это делаем с помощью денситиметрии, контроля осуществляем. То есть даем препараты, смотрим за вот этим Т-критерием. Если это Т-критерий минус 2,4 и меньше, значит мы победили. Значит мы уже этот остеопороз перевели в остеопинию. В дальнейшем нужно только его поддерживать, не уйти снова в остеопороз. Потому что все, что выше 2,5, 3,8 и 4,0, это все очень большой риски перелома и осложнение. Поэтому, конечно, он излечим. И поэтому это не довесок старости, лечиться и бороться с ним можно и нужно. Как часто надо было с Дмитрием приходить? Вообще, кто находится на терапии лекарства, раз в год считается. Да, я проходила в 5-м центре, мне сказали, что через полгода. Раз в полгода делают. А когда у них есть какие-то исследования, они чаще... У меня было практически резко снижено, написано было. А, значит были какие-то риски, им нужно было... То есть когда нам нужно отследить тяжелый остеопороз, нам, допустим, нужно знать гораздо раньше, работает препарат или нет. Мы уже не ждем год, мы делаем через полгода. Но вообще, по рекомендации, раз в год. Ну, в зависимости от тяжести. Направление у вас брать, да? Направление у меня... В принципе, сейчас все терапевты дают... Это в 107-й обычный планк направления, пишут в 107-ю. Главное, в часы расписания попасть туда. Там они 3 дня в неделю принимают, там после обеда какие-то, утром. Ну, вроде всем, кому давался, делают и в день. А, единственное, что они не сразу выдают ответ, а через несколько дней. Не успевают, может, обрабатываются хотя бы. Ну, за ним за ответом надо еще раз прийти. Но, в принципе, то, что они сейчас делают нам по рентгену и по тазобедринам, это самый лучший дэнстинг-рик, который есть. Раньше он бы или по пальцам делал, или по пятке кому-то делал, или бутерозвуковые, по руке, да? Это слабенькие считают. Самое лучшее это именно тазобедрин и позвоночник. Потому что это самые... Те косточки, которые больше всего выдерживают наш вес. То есть, если у них уже такие цифры, то не говоря уже, что там происходит в других костях. Если там все плохо, значит так все плохо и везде. Или наоборот. Если там все хорошо, то, соответственно, здесь-то тем более все хорошо. А когда я входила в лампухи, я была в кролике. Как это и поездок? Ну, чаще всего, если очень выраженный остеопорус, они могут делать. То есть, это не такое облучение легендской дентитометрии, что прям они боятся вас облучить. Это очень маленькое обучение. Но по рекомендации, кто на терапии, и не тяжелый остеопорус, не осложненный, раз в год, у кого переломы были, компрессионные переломы, либо очень высокие отклонения от костной массы, вот ненасыщение, тогда можно. Но чаще, чем раз в полгода, не делают. Это уже никуда не годится. Препараты не успевают так быстро работать. А это что, всю жизнь пить препараты? Нет, нет. Если оно даже снизится, как его поддерживают? Нам надо пить на остеопению, это уже будет хорошо. И потом витамин D, это вполне достаточно. Просто поддерживать, да? Да, нам нужен будет уже потом олимгранат, пастерепарат. Капит. Надо пить из зоны остеопороза, и все. То есть, это не приговор. Не значит, что вы всю жизнь будете принимать, витамин D калисте, там вот эти препараты. Нам надо победить и выйти в T минус 2,5 и меньше. Вот тогда мы выиграем. Тогда будете витамин D только пропивать или сновозить, и это будет вполне достаточно. А биволосом? Биволосом – мощный препарат, очень. Он очень дорогой. И очень дорогой. Но он и мощный, это такая терапия уже серьезная. Что я пропила и что-то? Не работает, значит, надо подбирать другой. Надо как раз здесь смотреть тот, на который организм работает. То есть, у нас на самом деле, вот эти препараты принимаются, то есть, считается, что большинство на них ответило, как в исследовании. Соответственно, и вы ответили, не факт. Есть группа, которая не отвечает на эти препараты. Значит, надо подбирать другие. Все равно, тут индивидуальный потвор должен быть у каждого пациента. Свой. На что он не ответил, надо искать, кто, что ответит. Но кальций и витамин D в любых схемах терапии он всегда есть. Поэтому, какой бы у вас ни был остеопороз, кальций и витамин D должны быть всегда вместе. Кроме, если вот летом есть с почками проблемы, опять же. Тогда вот без витамина D. Ой, без кальция, но с витамина D. Вопросы? А вы передали, посмотрите, какие цветы у меня цвета. Вот, D-критерий минус 3,7. Тазобедренный сустав. Это очень много. Позвоночники минус 4,1. А самый большой минус 4,6. Это очень выраженный остеопороз. Это такой. И при том, что я лечусь уже 15 лет. Ну, вот надо знать, что... Есть вообще такие препараты, которые в вену один раз в год капаются. Акласты называются. Это вот считается сейчас панацин, ну, такой самый сильный, самый мощный препарат. Если вот вы принимаете другие препараты, и все равно такие цифры, значит, я думаю, что такой прогноз, что будем переходить на внутривенные видения Акласты вот этой. Потому что минус 4,6, 4,3, это очень большие цифры. У вас меньше 3 нету, все больше. То есть у вас позвоночник, конечно, запущен. Физобедренные тоже. Мы будем подбирать ту терапию, на которую надо нам выходить из этого 3,7. И уйти в 2,5. Пожалуйста, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот если кальциям не терпите, а вот кунжут, который взвернут его, как бы размаловнут... Вот это кальций, он дает как бы для костей? Он дает кальций, который вы употребляете из пищи, тот же гор, он использует там, где нужно. Можно ли я немножко? Конечно, конечно. Не проблема, можно заканчить. А в кунжуте, значит, нету кальция? Там витамин D. Там кальций минимизирован. В принципе, я у нее раздавал эту диету? Нет. Ну, я сейчас вам дам. У меня есть там... Сколько? В 100 граммах продуктов у нас содержатся витамины D и кальций. Но кальций, как правило, именно в молоке его производят. А вот мне там в 5-м диагностическом, вот она сказала, что кунжут, самый большой процент кальция находится в кунжуте. Вполне, вполне может быть. Я масло кунжутное употребляю и сами зерна кунжутные. У вас уже такие цифры все поразят, что вы не ориентируетесь на продукты именно. Здесь уже нужно лекарство. Здесь уже продукты слабоватые. Это нужно тому, у кого только-только начинается. Начальник. Профилактика. Да-да, ради бога, вот продукты используйте, вот эти 300 грамм творога, один литр молока, ради бога. А у кого уже сильный остеопороз, все продукты, это вообще минимум, что можно сделать. Здесь уже нужно серьезную терапию давать. Подойдет, все понятно. Спасибо. А у нас кому не хватило методических этих диет? Нет. По минимуму пришло. 2, 3, 3, 4, да? Сейчас дадим все. Меня отхожу. И заряд. Кстати, он физически все равно пациент, кто этот литролит должен быть активен. Я там включу позиционер, чтобы не было полезно. Но активен нужно делать активно. Нет, вот тяжесты поднимать нельзя. Больше 3 килограмм, к сожалению, нельзя. Костя могут не меньше. Сейчас я принесу зарядку. Пока подумайте вопросами. Вот этот литролит покупать. Вот я там. Ну, это не ясно. А что Дмитрий? Вот тут Андрей, что там? Он ничего не написал. Я спросить, пожалуйста. Надо было сказать, что вы как-то говорите. Напишите? Нет, он мне не написал. Да? Ну, это мы на нашем забывание. Ну, покажите. Я чисто не написал. Он что пишет? Ну, вот пишет или написал. Ну, как я написал. А, ну, напомни. Я так аню. Ролик. Вот этот штучка. Он пишет на этот ролик. Как же это? Кандидат в инвестиции. Это он дал штучку. Что сегодня? Что сегодня? Что за детки? Нет, ролик терапевта, который... Терапевт написал вам, что он за детки сегодня. Получается терапевт. Терапевт все помнит. А, здесь у нее было. Нет, ну, не то, что это. Я каи. А вот я это поджарю. Это вы мне далеко. Да? Да, пусть еще будет. Вот здесь такая. Все? Нет. А, вот она у нас. У меня есть такая. Ну, надо раз... Это вот как раз, что можно без лекарства. Попить. Теперь как вы делаете сам тканик? Три-четыре капли чая. Три-четыре так много? Это за сутки. То есть в чайную ложечку и с собой. А я одну и две боюсь даже. Почему? Нет, это безопасно. Вот витамин D, он так и безопасный из всего, что мы используем. И в какое время? Тут внимание, он должен сутки, где-то сутки должен поступить, но после. Лучше после, опять же, потому что до может раздражение слизистой воды. Ну, если не утром, а витамин D, то сейчас... Ради бога, нет. Добавить воды, опять же, если не хотите кушать, выпить воды, после этого... А как часто повторяете Три-четыре лечения? Что повторяете? Вот D3, в каплю. Ну, вот три-четыре капли, где ей? Три-четыре это делать, ну, конечно. Нет, ну, зачем? Лучше вообще, это настолько безобидно, капаете в чайную ложку, разбиваете. То есть, без перерыва, а не то, что месяц смотришь. А, вы имеете в виду игру между лечением? Вообще, его можно без перерыва, на самом деле. Но если вы вышли из остеопороза и в норме... Не вышли, конечно. Вот, если вышли, то не нужно. А если вышли, то вы профилактически можете весно-осень обычно применять, и все. Летом, если лето был бы такой же, как сегодня или вчера, солнце, нам вообще витамин D не нужен. А мы не выходим на улицу. А надо выходить. Ну, да, такая шкварит, да, уже сон. Нет, в теньке, да, можно. Конечно. Вот что у меня, сейчас с рукой больше, так, с апреля месяца. Ломай руку. Нет, ничего. Ладно, да, да, я тебя волью. Их там, вот, шатланджи. Дмитрий Алексеевич. Андрей еще. Спасибо. На вопрос. Да, 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 да. Вот, он не скипает. Да, это шок не щипает. Шок не щипает, это воспаление сухожилия. Это артрос у вас, это надо фондропротекторы принимать, да. Хондеклотека это типа тераплекс, артрис, круг, дон, вот из этих других препаратов Надо запишать в аптеках В аптеках они тут сядут Называется две хрящи, скажите в аптеках, две хрящи, они вам сразу скажут И рентген надо взять Или под волочком надо взять А вот она вообще с того, что позвоночник-то болит Да Денцистерметрию надо сделать Денцистерметрию надо сделать или рентген кистей, чтобы посмотреть, почему такая-то хорошая Ну приходите завтра Чем как-то сказать, вот на кистях и лапах В часах четырём Четырём Приходите на аптеках А вы в каком уровне обращались? Я замучилась Говорите, не надо вам позволять Ну, если чеконной давать Я абсолютно ничего не помню, я помню штуки даже Куросинейте есть? Да, да, да Через день мы прямо Капельницы надо делать надо Ну вот, я замучилась Не могу, не могу даже Чеконной Сейчас я еще выясню Обязательно прийти и сказать, что вы уже видите Куросинейт капельницы Да и там капельницы стоят Лазят, лазят Куросинейт не берет, надо лазить все же в вену вводить либо капель Показывайте ножки и говорите, что вы хотите на капельнице Он вам все расписывается Я запутался Очень хорошо, что у них поставили Кардиологом все закушают Это вообще не могу А лицо оттекает? Нет Только ноги? Да А когда кардиограмму поставили? Сюда? Кардиограмму? Серд Я больницу вязала без конца от белого плеча А как это в этом году? А сейчас там был такой же писатель журналист в первом клевом а ну что нам надо, значит не ранеть и лазить, и не будем ваши готовы Чтоб вы хотите не ушли А что вы здесь? Мне помогло Вот у меня ноги были тоже прямо стеклянные И мне болело Каждый год, в 14-м году, я в 15-м году, за нами все время подвести себя, за нами струйно следует передieties, потом вперед на сумму седей, и я в второй год, в 14-м году, мы не подвести всех, а в 15-м году я в 15-м году, мы в 15-м году, мы не подвести себя. Вы мне сомнение удерживать. Вы мне сомнение, ты говоришь, что адреналин надо. Адреналин, я неправильно записала на кисти, когда прижды к боли? Какой адреналин? Адрендолин Алендронат Алендронат Да, алендронат Он же остерепат Он же фасаванц Алендронат Алендронат А вот шипы Но позвоночники Знай позицию для тазобетра сустава А не, от чего и от чего А это хрящик стирается Здесь нужно хондропротекторы принимать Ассервис У нас на следующей неделе Уже два артоза Вы мне вот этот Больчик дали Мне вчера его сделали Боль вот такая, когда сижу и лежу, прошла А идти больно все равно Ну потому что еще Вы сами хондропротекции Нет, я Я дрейтиноокос сейчас купила Вы сами слабые Протирайтесь, забывайте Самый слабый Практически не берет А это термоядерная штука Так это что за штука-то? Этипроспанс гормональный такой Препарат, он никак не не влияет на ваш вес Естественно Потому что это Мощная противовоспалительная кровь вещества Которые Давайте, секундочку Вы не влияет на вашу весу А это не Эти препараты Если Постоянная А это не влияет на вашу весу Движение 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 Ну там тоже Тридверность Вот Если на 8 Как правильно Надо подлежить Бывает Достаточно раз в год Тоже работает Подлежите По 2 месяц Да На 8 Что? Есть конечно Просто Вы нажали Не включалось Слабость, боли костя, атрофеи мышц, это все повторно, мышцы атрофеируются. Да, после атрофеи ремотоиды А3. Ацетика, включайте. Атрофа, он полегче, чем мастер Павлов, в этом смысле, но он тоже старая гармошка. Слабый класс. Да, он очень приятно. Нет, вообще, мы не делали, как мы делали. А вы не делали, вы не делали, вы не делали, вы не делали, вы не делали. Приходите, сделаем. Надо же посмотреть, что они болят, там, цифры. Я уже понял, что меропекция, у меня чипропатрон. Ага, да. Меропекция, потому что я вот не могу. Дмитрий Амсович, когда лучше прийти с направлением агазового хейта? Ну, хоть завтра. Хоть завтра. Главное, они там больше трех часов в неделю не берут. Я вам напишу расписание, и вы будете как-то там. Завтра прекратите. Это они от завтра не берут, а от себя не берут. Ну, тут уж мы не можем им приказывать. Ну, то, что мы пасынки искали. Да, да, да. Ну, хотя бы аппарат хоть привезли нормальный, уже хорошо. Всё, вырубайте. Да, вырубайте, вырубайте. Всё, всё. Субтитры создавал DimaTorzok